Дорогие друзья, мне очень нравится быть всегда в кругу молодёжи, потому что это жизнь, это не то что стиль жизни, это действительно жизнь, потому что если молодёжь, возраст молодёжный, если у кого-то закончился, это, можно сказать, он начинает ржаветь и близок уже конец, скажем так. Поэтому молодёжный период жизни – это самый активный образ жизни, это самый активный, самый прекрасный, самый такой цветущий образ и самое цветущее время, поэтому мы поговорим сегодня о жизни, жизни в церкви. Для начала я хочу у некоторых людей спросить буквально пару вопросов. Ну вот, например, вот ты, брат, как зовут тебя? Веня. Веня, как дела? Отлично. Как жизнь? Замечательно, прекрасно. Так, ну вот, сестра. Как зовут? Как? Ира? Ира, как дела? Всё хорошо. Как жизнь? Хорошо. Так, ну, кого ещё спросить? Можно у харистов, например? Вот, Дима, как дела? Хорошо. Как жизнь? Отлично. Можно спрашивать и спрашивать так дальше. И что интересно, если вы займётесь этим, спрашивая у людей, даже на слово, на вопрос, как жизнь, вы услышите абсолютно разные ответы. У кого-то жизнь замечательная, у кого-то превосходная, у кого-то отлично, у кого-то хорошо, у кого-то нормально, у кого-то так себе, у кого-то терпимо, у кого-то кто-то вообще вздохнёт, скажет, ну, слава Богу, или что-то ещё. У всех жизнь абсолютно разная. Почему так? И вообще, что такое жизнь? Что такое жизнь? Когда мы спрашиваем, например, как жизнь, как человек живёт, сегодня об этом мы поговорим, как раз именно об этом мы и поговорим, и поэтому у нас тема сегодняшнего, не знаю, проповедь или выступления, или как оно там называется, жизнь церкви. Хочу прочитать один стих из Библии, это записанное Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Иоанна 10, 10. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Христос пришёл не для того, как вор, ну, вор мы знаем, он пришёл, сделал своё дело и забрал, и ушёл. Христос пришёл и ничего не забирая у нас... Кстати, это большая ошибка, если кто-то думает, что вступить в христианство, это значит, нужно чего-то отказаться от всего, и будет намного хуже. Нет, Христос ничего у вас хорошего забирать не будет, это 100%. Христос, наоборот, даёт ещё больше хорошего. И Христос пришёл, чтобы дать жизнь, не как вор забрать, а чтобы дать, и дать жизнь, и жизнь не просто обычную, стандартную, либо какую-то скучную, однообразную, жизнь с избытком. Понятно, что здесь не имеется в виду о материальном каком-то большом положении, там, богатстве, потому что если бы это было, он имел в виду это богатство, то он бы, наверное, был бы самым крупным бизнесменом или миллиардером, как того времени, и мы бы понимали, что нужно быть, если христианином, значит, нужно быть богатым. Нет, здесь имеется в виду духовная жизнь, жизнь сполна, жизнь сполна благодатью и такими благословениями, духовными благословениями, обилием Божьего присутствия. Христос даёт жизнь, но, к сожалению, у кого-то бывает, спросишь, как жизнь? Он говорит, да какая там жизнь? Это вообще существование, а не жизнь. Говорят, жизнь это нормально, вот у того, у того. А у меня вообще, я просто существую, просто существую, не знаю. Ну, это жизнь не называть нельзя такое. У кого-то это существование, а вообще, по-настоящему, у нас должна быть жизнь. И что такое жизнь, мы немного об этом ещё поговорим. Жизнь с избытком, жизнь полна благословений. Мне нравится, как Пётр в своём послании, он много тем затрагивал, и в конце он так пишет, это второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Он даёт такой практический совет. Второе Петра, 3 глава, последние два стишка. «Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». «Но возрастайте в благодати и познании Господа». Вот это, можно сказать, и есть одна из основ такой реальности жизни. Не существования, а просто вот реальности жизни. Поэтому мы сегодня поговорим. Три пункта будет в моей проповеди. Первый пункт – это одна проблема. Второй пункт – вторая проблема. И третий пункт – это немножко практической жизни. Итак, первая проблема. Существует такая проблема, что на многих посмотришь, у них жизнь в церкви, всё красиво, человек, всё нормально, выходит за пределы дома молитвы, у него абсолютно другая жизнь. И проблема в том, что люди думают, что жизнь в церкви – это только жизнь в рамках стена дома молитвы. Я могу выйти за пределы дома молитвы и творить, что хочу. Можно сказать, я просто существую в церкви. Меня абсолютно не волнует и никого не волнует моя жизнь. Я просто существую, прихожу в дом молитвы, всё, я – это жизнь в церкви. Я вот здесь могу и пуговички застегнуть, и все, и руки сложить, и поприветствоваться, и направо, и налево, и глаза закрыть, и все, и будет просто, смотришь, вот жизнь. На самом деле это не жизнь, это просто, если взять его основную массу жизни, времени, у него просто существование под названием христианство, а это просто как существование, это не жизнь. И поэтому многие думают, что жизнь это только здесь, на территории Дома Молитвы. На самом деле, мы даже в Библии много текстов приводим, там, где мы должны понимать, что жизнь в церкви это круглосуточно. Например, Псалом 1, Божен муж и так далее, 2 стих, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, круглосуточно. Он круглосуточно живет в познании Божьем. Исус Анавина 1,8. Да не отходит себе книга закона, по участию в ней день и ночь, дабы в точности исполнять, ну и так далее. День и ночь. Опять-таки, и много можно текстов перевести, и это действительно, мы понимаем, что наша жизнь, она должна быть круглосуточна. Бывает такое, что рассказывали там одни подросточки, собрались, и один рассказывает, у меня папа, у меня такой служитель, он вообще и благовествует. А второй говорит, а мой не напрягается. Что это значит? У него жизнь только в церкви, и все. А поза, то есть, ну, на территории новой молитвы, за территорией у него уже другая жизнь, у него просто существование. После одного собрания одна девочка подходит к папе и говорит, папа, я так хочу, чтобы ты и дома был такой хороший, как на собрании. Что это значит? На собрании все хорошо, он такой хороший, такой прекрасный, дома абсолютно другой. Это уже не жизнь. Жизнь в церкви, это постоянно, круглосуточно. Я помню, был на одних курсах, не скажу в какой стране, какой город, поселили курсантов по домам. На следующий день курсанты мы собираемся, и один говорит, ну, один спрашивает, говорят, так, как вы поселитесь? Он говорит, ну, у нас отлично, отлично, там хорошо, все отлично. И один говорит, а мы вообще живем в каких-то неверующих? Странно, как неверующих? Говорит, ну, какие-то неверующие там, постоянно там фильмы, мультики крутятся, образ жизни неверующий, внешний вид неверующий, обстановка неверующая. Ну просто, нам-то все равно, какая разница, нас не трогает, нам приятно отдыхать, заниматься удобно, поэтому все нормально, нас вполне устраивает. Ну хорошо, так хорошо. Проходит несколько дней, наступает воскресенье, воскресенье оркестра же играет, хозяева говорят, а вам в церковь надо? Говорят, ну да, оркестр, поехали с нами в церковь. Думаю, у нас там оркестр. Говорят, ну ладно уже, поехали как есть, хозяева все-таки. Приезжают, оказывается, они едут в ту же самую церковь, приезжают, косыночку сверху, все приветствую, приветствую, они смотрят, оказывается, они верующие из этой церкви, члены церкви, все нормально, как бы, оказывается, у них жизнь в церкви, а за пределами молитвы у них просто, как сказать, существование. Они видят, что это не жизнь, это не жизнь христианская. Поэтому одна из проблем первая, то, что мы думаем, что жизнь это только, вот мы пришли по воскресеньям утром, воскресеньям вечером, там в пятницу, может еще у кого-то в какой-то день и все, остальное я что хочу, то и делаю. Это неправильно, поэтому эту проблему мы будем искоренять, стараться. Эту проблему понимаем. Вторая проблема, бывает такое, что общаясь с молодежью, одни говорят, вам хорошо, у вас так интересно, у вас какие-то мероприятия там проходят, там проходят, а у нас так неинтересно, так все однообразно, с кем-то другим общаешься, говорят, а у нас так скучно, так неинтересно, никто ничего не организовывает, все настолько надоело уже, все, говорят, вот там, послушай, там вообще у них и такие поездки, и лагеря, и какие-то движения происходят, ну реальные движения молодежные, вот это там жизнь, а у нас жизни нету. Знаете в чем? В чем я вижу одну из проблем, таких проблем? Когда мы приходим, мы садимся, успокаиваемся и ждем, пока для нас кто-то организует, и мы ждем, ну когда же для нас организуют там поездки, ну когда же для нас пригласят в гости, ну когда же нас позовут туда, ну когда же нам для нас приготовят, например, какой-то вечер, игры на нас приготовят, ну потому что это было вообще неинтересно, скучно, почему никто для нас не готовит, почему какие-то вечера скучные проходят, и все, и мы ждем, ждем, ждем от других, пока кто-то для нас что-то приготовит, а кто вообще должен для нас готовить? Никто не должен. Мне понравились места из Писания некоторые, например, Екклесиаст пишет 9.10, все, что может рука твоя делать по силам, делай, если можешь, делай, зачем тебе ждать, сложа руки, пока кто-то другой делает, это лень. Или, например, Петр пишет, говорит, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, и сами, сами, как живые камни, устрояйте себя, ждите, делайте, работайте, не ждите, пока кто-то делает, не ожидайте от других. И часто мы становимся такими ленивыми, что не хотим вообще абсолютно напрягаться, мы думаем, вот приходим на молодежное, вот, почему так все скучно, почему неинтересно, почему все однообразно, все надоело, пошли куда-то в гости, ну что попало, пришли после гостей, какая-то такая пустота, ничего неинтересно, ничего не нравится, все, и мы ждем, когда кто-то приготовит, пока кто-то организует какой-то выход на природу, в лес или что-то такое, чтобы игры для нас были, и такие интересные, чтобы не ту, которую в прошлый раз играли, нужно что-то новенькое, чтобы для нас придумали, чтобы там повара для нас приготовили вкусно покушать, тоже надоело, надо что-то по-другому, чтобы там проповеди были не такие, как были, а чтобы что-то было нормальное было, чтобы и то, и то, и то мы можем перечислять, что мы хотим от других, и можем сидеть, сложить руки, а потом рождается ропот, недовольство, а нам это не нравится, нет, а эти вообще там руководители молодежи непонятно что, чем занимаются, нет бы, чтобы нам что-то делали, организовывали, они ничего не делают, и от нашей лени практической рождается ропот, недовольство и так далее, это лень, на самом деле мы не должны лениться, лень это тоже болезнь, поэтому если у нас такое, значит мы больны, мы реально больны, и нам нужно выздоравливать от этого, мы не должны ленивые быть, мы можем вообще до такого докатиться, как в той притче говорят, что вообще два ленивых лежат под яблони, лежат и лежат, один говорит, вот бы даже яблоко упало мне прямо в рот, а второй лежит и говорит, ты еще и разговаривать хочешь, ему даже и разговаривать не хочется, абсолютно ничего не хочется делать, просто чтобы хоть кто-то хочет, чтобы кто-то делал, это плохо, и если мы в таком состоянии, это мы больны, нужно избавляться от этого, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, наша жизнь, если у нас вокруг все происходит, а у нас эта проблема не вокруг, это в нас проблема, потому что Бог со своей стороны, Он пришел, Он дал, говорит, я пришел, чтобы дать жизнь, жизнь с избытком, а если мы не принимаем эту жизнь, мы хотим как-то по-другому, нам не нравится, и мы ждем, пока нам на блюдечке преподнесут эту жизнь, вот, а нам не принесли, или не вовремя преподнесли, все, мне уже не нравится, это неправильно, это наша духовная лень, этого, это значит, нам нужно, как уже говорили, выздоравливать от этого, вот, ну и перейдем с вами немножко о нашей практической жизни, если посмотреть на Священное Писание, у нас много есть примеров, где можно, можно так сказать, даже извлечь оттуда уроки нашего христианского досуга, либо какого-то времяпровождения, если посмотреть даже Иисуса Христа с апостолами, когда они там совершали служение, может кто-то представит, что они все время там проповедовали в синагогах, в синагогах были, там сидели на собраниях, у них абсолютно в Библии полна историй разных, где они просто совершали служение там по гостям на природе и так далее, ну, к примеру, Христос пригласил, пригласили Христа в гости, он в гостях, все накрыто, все хорошо, фарисей, ты его пригласил, так все, в форме, там Симон, пришла какая-то женщина, начала там волосами отирать, мы знаем эту историю, и что Христос делает? Христос говорит, Симон, мне есть нечто сказать тебе, и он использует эту встречу, этот вечер для блага, он не делает эти вечера все эти пустые, он использует для того, чтобы для какого-то блага. Например, другая ситуация, природа, лодки, море, причину берег такой, хорошая погодка, только что рыбалка была, костерчик, рыбка жареная, Христос, все, бригада такая, все дружные, все хорошо, можно сказать, ну, а природа, ну, прям, аж, ну, вообще, просто великолепная. Христос в таких ситуациях, он не пользуется пустотой, он сразу делает полезное что-то, он, например, он знает, в каком состоянии, в каких определенных, например, с кем-то побеседует, с кем-то поговорит, он Христу говорит, Симон Иоанн, любишь ли меня? И потом мы знаем, к чему пришло, что это рождается, польза от этого появляется, Петр становится лучше и лучше, Христос все эти вечера, все эти, все это времени использует для того, чтобы как-то возрастать благодати, как апостол Петр пишет, что, но возрастая благодати и познание Господа, это практическая жизнь, то есть мы должны возрастать в благодати и познании. Или, например, там, представим себе Гефсиманский сад, я не знаю, вы там были или не были, но там очень прекрасно, особенно в этот валящее зной, это такой склон, вид на Иерусалим, причем вид не на весь Иерусалим, а центрально, прямо перед тобой храм огромный, он светился вечером, это было прекрасное затишье, такое место, птички поют, вот даже до сих пор есть такие эти большие, огромные оливы, которые растут там по две тысячи лет, огромные, мы даже пытались отрывать кусочки оттуда для памяти, они даже уже огорожены, чтобы никто не отрывал себе для памяти, как мы там и делали. Вот, там прекрасное место, и Христос, они отдыхали там, и Он там, находясь, чем Он занимался? Они не проводили время впустую, Он там и молился, и уроки были для них, и Он издал их, сколько времени они там проводили, это были прекрасные времена. Или, например, там в горнице, они обедали, так все хорошо, и потом Христос, говорит, взял, умыл там ноги, говорит, вы тоже должны умывать, мы должны быть слугами. Он на родном месте преподнес такой простой и практически очень важный урок, у них не прошло время просто так, Он, Христос всегда, во всех, скажем, мероприятиях, Он пользовался для того, чтобы сделать активное, сделать что-то полезное, как Петр пишет, но возрастайте в благодати, возрастайте в познании. Если после наших вечеров мы почувствуем себя пусто, либо упадок духовный, это значит, в корне неправильные наши вечера, в корне неправильное наше времяпровождение. Любое времяпровождение, оно должно возрастать духовно, мы должны прилепляться, это жизнь церкви, что такое жизнь церкви, это возрастание благодати, не важно, чем мы занимаемся, не важно, где мы находимся, но мы должны всегда, круглосуточно возрастать в благодати, возрастать в познании. Ну, например, чем мы можем заниматься? Допустим, поездки. Приехали в какой-то город, туда-туда, можно сделать какую-то поездку, кстати, кто-то, может быть, ожидает, вот, когда нам организуют поездки, не ждите никаких организаций, сами организовывайте, соберитесь 2-3-4 человека, там, на дикого-то водителя, в соседнюю церковь, в периферию, там, где не ждут какого-то там тысячи человек, там, где какие-то бабушки собираются, вы там проведете время просто идеально, бабушек ободрите, бабушки довольны будете, вы будете довольны. А если еще возьмете кого-то, например, если вам скучно, возьмите детишек, подростков, это будет просто великолепно, они там споют пару песен, просто будет посещение на ура пройдет, на обратном пути еще, допустим, там, по мороженому все возьмете, скушаете, вообще настроение будет на великолепном уровне. Вот просто время можно проводить элементарно, сами организовали какую-то поездку, и все, и не надо ничего ждать, когда кто-то вам что-то преподнесет на блюдце, все вот-вот, сдавайте денежки, вот, и у нас будет такого-то месяца, такого-то часа, какая-то поездочка. Сами организовывайте, организовывайте жизнь, сами, как живые камни, устрояйте себя Духом Духовным, делайте эту жизнь, чтобы назидаться, возрастать в познании. Или, например, взять, например, посещение других. Я не знаю, как сейчас здесь, и мне кажется, наверное, во всех церквях, например, посещение больных, оно сейчас на второй сорт уходит, и это мало практикуется. На самом деле, это очень интересное занятие. Вот, например, между собраниями, ну, чем занимаются? В основном, основная масса, как правило, идет отдыхать. Ну, а что еще делает молодежь? Не хотят напрягаться, ну, все же мы ленивые. И так понятно. Но, например, бабушки, например, больные, вот взять, например, пару человек, каких-то подростков, детишек, даже или просто, например, группу, там, толпу молодежи, там, собрать, там, пять человек, там, шесть, да даже двоем, троем, там, два брата, две сестры взять, приехать к какой-то бабушке, пересказать собрание, спеть пару песен, бабушка довольна, вы довольны, чтобы пообщались, по пути там заехали куда-то, или в столовую, или куда-то там подкрепились. У вас время пройдет просто гениально, просто идеально. Вы будете этим самым возрастать благодатьем, укрепляться в духе, вы будете возрастать в познании, это будет время на пользу, не впустую. Часто бывает, сталкиваемся с тем, что, ну, я не знаю, как у вас здесь, я сравню еще с нашей харьковской жизнью, я сам оттуда, и там вырос, и мое детство, вся моя жизнь там прошла, у нас большая церковь была, много разных движений было, и бывает такое, что пригласят там гостя, много гостей, там стол накрыли, все как бы прекрасный вечер, все вроде поели, все там в какую-то игру поиграли, из вечера заканчивается, ты уходишь, ну, как-то настолько неинтересно, как-то настолько пусто, думаешь, ну, вечер как будто в пустую прошел, да, ты поел, подкрепился тебе уже, приятнее тут, тут приятнее, а тут неприятно, тут пусто, тут не пусто, а тут пусто. Нужно духовно подкрепляться, нужно возрастать в благодати, возрастать в познании. Мы должны время не проводить впустую, все эти посещения, можно пользоваться, не надо ждать, когда кто-то организует, это просто нам доказывает, то, что мы ленивы и не хотим напрягаться. Устрояйте себя, нужно жить, не просто существовать. Например, выйти на природу, Христос часто выходил на природу с учениками, они дышали свежим воздухом, у них все это было с пользой, это все было настолько интересно, я не знаю, мне кажется, у них как за две минуты прошли эти три года существования с Христом, когда они вместе с Ним были на служении, это настолько интересно, сколько на природе. Можно просто так выйти на природу, поиграть в мяча, все отдохнуть и физически, и телом, и душой, еще там спеть пару песен, мы вообще духовно окрепнем, это будет только польза. Но бывает такое, что мы приходим на природу, там поиграли в мяч, еще такой азартной игрой, там что-то покушали, с кем-то еще не поделили, потому что те, которые проиграли, обиделись на те, которые выиграли и так далее, так на ровном месте можно там какие-то неполадки быть, и вечер получается в природе, вроде отдохнули, а в такая пустота. Не надо этого делать, нужно всегда делать так, чтобы мы возрастали в познании. Какую-то хоть минутку, хоть просто пару песен спеть на природе. Возьмите какого-то гитариста, если нету гитариста, сами научитесь, там просто, здесь просто ритм отбиваешь, а тут просто нажимаешь какие-то аккорды, и все, и просто попеть пару песен, и так все просто, и уже вы будете возрастать в познании и благодати, вы будете подниматься духовно. Не надо ждать от кого-то, когда кто-то что-то организует. Часто можно ходить в гости. Я вспоминаю, у нас в одной области есть городок такой небольшой, Лебедин, там большой дом молитвы, и там часто проводились разные курсы. И что интересно, эта церковь была известна тем, что курсанты любили там курсы проводить, потому что приезжают туда, и там почти каждый вечер, там много многодетных семей, они живут недалеко, и там гости одним, другим, третьим, и курсанты всегда там вот так хаотично, для преподавателей это тяжело, потому что они все знают, что курсанты там по гостям, там-там-там, никто не занимается, но это другая тема. Но то, что они гостеприимные, проходят гости там-там-там, они любят общаться, они не просто так общаются, да, они и в игры поиграют, и покушают, они попоют обязательно песни, это обязательно, у них нет такого, что, а что, у вас привыкли там песни петь, или все, а зачем петь, мы же просто пообщаться, если просто пообщаться, в какую-то пустоту поиграть, да, время пройдет, мы убьем время, но будет пусто, мы должны возрастать благодати, хотя хоть пару песен, уже поднимается наш духовный рост и познание близости с Богом, уже нужно использовать это время для того, чтобы возрастать духовно. например, чем еще можно заниматься, я не знаю, как здесь, ну, например, взять труд, труд не то, что я имею в виду, там, полы здесь мыть, вообще абсолютно внецерковный труд, например, помогать, я вспоминаю случай, когда в нашей молодежи, одна сестричка у нас, в нашей молодежи, она сама родом с области, ну, студентка, жила, снимала, и училась в Харькове, от самой с области, и она говорит, узнали, что картошку там сложно скопать, там, не успевают, а что молодежи, да давай мы здесь скопаем, съездили там рано утром, приехали туда в 5 утра, а молодежь только собери, там, любое, там, взяли выходной себе, это же, молодежь так, легкий на подъем за любое движение, за любой движ, так сказать, они приехали туда в 5 утра, там, и братья, и сестры, там, все вместе, там, быстренько этот огород скопали, там, за полдня, соседи у такими глазами в шоке, откуда вы их понабирали, еще бесплатно, так просто, где вы такие улыбающиеся, и все, говорят, так вообще, что это за жизнь, а это жизнь в церкви, это жизнь в церкви, так просто, и потом покушали вместе, вернулись обратно, просто, до сих пор вспоминается это время, как одно из лучших времен, кто-то, труды делает, но говорят, ну, чем могу помочь на себя, раз пришла идея, говорят, о, давай приближайся, например, Рождество, давай просто от нашей семьи, либо от, например, друзей, или какой-то группы, сделаем просто многодетные подарочки, просто так, давай, или какие-то там поделки, либо что-то, какие-то фруктовые, продуктовые, собрали пакетики, подписали, там, там, бабушки, там, той бабушки, той бабушки, они в таком восторге, они потом будут молиться у вас там постоянно, вам же что-то лучше, вы этим самым возрастаете духовно, вы не ржавеете, как многие люди ждут, пока что-то для них организовывают, и скучная жизнь, и получается, мы все ржавеем, 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 а вы знаете, что скоро, значит, будет конец, раз мы уже ржавеем, значит, мы уже не можем нормально жить нашей современной христианской молодежи, мы, значит, уже отстаем от христианской жизни, и таким образом можно много, один брат рассказывает, такая прекрасная идея там у них родилась, говорит, начинает весна созревать, говорит, а что такое, например, березовый сок собирать, это же так прекрасно, говорит, просто там потыкал, там посверлил, главное, чтобы никто не своровал, утром, говорит, несколько человек собрали, все пособирали, а потом взяли по 5-летровочке, там одной семье многодетная, другой, там третьей, там бабушки, они рады, счастливы, они просто в восторге, ну, где вы взялись, вот этот труд, вот что там сложно сделать это все, дырку просылить там шуповертом, это вообще не сложно, либо приехать туда там погулять, это же приятное с полезным, еще и возрастание в благодати, и вообще это просто происходит, это прекрасная жизнь получается, можно много перечислять, у нас, кстати, в молодежи есть такое служение вспоможения, у нас в харьковской молодежи был брат, Эрик его звали, он ответственен был в молодежи за служение вспоможения, то есть, если вдруг в церкви, там у бабушки, у семейных, неважно у кого, хоть, например, даже семейная семья, не успевает, например, дома убирать, стирать, либо даже готовить, он организовывает, например, с молодежи там группу, например, там две сестры или три сгруппировались, и какой-то многодетной семьи, просто пришли вечером, там помогли постирать вещи, поубирать, и приготовили там суп, там мясо наварили, что-то такое, они рады сейчас, для них это огромная поддержка, а для этих молодых сестричек, это возрастание благодати, в познании, это жизнь, это труд, это прекрасно, чем в пустую просто тратить время у себя на кровати, ждать, пока кто-то что-то организует, и нам скучно, не интересно, почему им будем роптать, почему никто не организовывает, нам все не интересно, и так можно много-много перечислять всего. Можно чем еще трудиться? Вспоминаю еще один браточек, тоже с нашей молодежи, он ответственный был за благовестие молодежи, он даже разработал одну брошюрку, такой сам напечатал все, и раздал молодежи, те, которые ревнуют в благовестие, интересная брошюрка, практическая брошюрка, там нужно отмечать задания, например, вот предстоящая неделя, допустим, в течение двух дней, ты должен купить горячий чай, либо кофе, и дать это постороннему человеку, либо бездомному, либо нуждающемуся человеку, и сказать, что Бог тебя любит. Сложно? Да это несложно. Кому-то скажет, кто-то скажет, да мне стыдно благовестие, да это благовестие, это вообще не стыдно, они будут просто с руками, вообще, с такими глазами, говорят, где вы взялись, вы просто как ангелы, еще там зимой, там горячий чай, или кофе подсунут, и сказали, Бог вас любит, это вам подарочек, это практическое занятие, в этом нет ничего сложности, можно придумать массу всяких способов, идей различных, родить можно, абсолютно несложных, а мы думаем, это так все сложно, что-то организовать, не надо ничего организовать, просто включите логику, и у вас идеи просто посыпятся, если не посыпятся, встаньте на колени, Бог вам пошлет, Бог вас направит, и у вас будет труд, у вас будет жизнь, рост духовный, рост церкви, много можно еще чего приводить, например, взять еще воскресный наш день, как я уже говорил, мы все привыкли в воскресенье между собраниями просто спать, а ведь воскресный день, это седьмой день, мы для Господа уделяем, мы бывает в субботу, наработаемся, напахаемся, не знаю во сколько часов, ляжем спать, а воскресенье между собраниями, с трудом отсидим проповедь, там последние собрания, и пойдем отдыхать, спать, чтобы хотя бы хоть на вечернике спать, у нас обычно такой образ жизни, молодежи, современной, а между собраниями, это же такое выходное время, когда можно, все свободные, никто не работает, можно организовать одно, другое, там третье, можно, например, хоть бери, хочешь заниматься благовесними, бери просто, если тебе стыд, не умеешь разговаривать, там стесняешься, просто возьми хотя бы по почтным ящикам, потыкай, уже будет огромная польза, и тебе будет приятно, и ты возрастаешь, ты понимаешь, что ты делаешь полезное, либо, например, не можешь тебе тяжело засовывать, например, лень засовывать, возьми хотя бы хоть расклеивай на остановку, объявление, просто приглашение в дом молитвы, по воскресеньям, настолько-то утром, вечером, просто обычное объявление, приглашение в дом молитвы, элементарно можно что-то придумать, можно массу придумать, один из видов служения, благовестия, ну понятно, что если сейчас, например, там стать, вот потоки людей идут, мы все стали напротив, будем им в лицо петь, они скажут, какие-то странные, дети не мешайте, нужно как-то еще толерантность проходить, как-то этикет, как-то практически понимать, чтобы людей не отталкивать, один из способов мне понравился, у нас спробовали, вообще идеально заходит, особенно когда сидим на этажик, собираем просто людей, два-три человека, не надо много, много это просто отталкивать будут, например, два-три человека, просто с гитаркой идут, смотрят возле многоэтажек, там бабушка сидит, как это сама, делать нечего, они там любят еще кого-то там подсидеть, чтобы там просто поговорить ни о чем, как всегда, просто сидят, здравствуйте, здравствуйте, как у вас дела, отлично все, как там то-то, бабушке, им не надо там что-то напрягаться, чтобы разговаривать, они сами заведут разговор, говорят, о, у вас гитара, там все народном месте, раз, два, ходите, мы споем, все спили, там одну, как красиво, все, ну ладно, до свидания, мы просто верующие, здесь-то недалеко от церкви, вот адрес, если хотите, приходите, о, хорошо, спасибо, все это, все, просто народном месте, не напрягаясь, не вынуждая ни на кого, не делая никого, в какое-то неловкое положение, никого не ставя, просто элементарно, так, так, идеи можно массу придумать, целый список написать, чем мы можем быть полезными в труде, особенно воскресенье между собраниями, когда мы можем где-то задействовать, я помню, один браточек собрал своих подростков, он узнал, он занимался подростками, он узнал, что им уже не стало неинтересно ходить на собрание, им скучно, он к ним подошел, девочкам этим, говорит, а что вы не на собрании вот там гуляете, говорит, а нам неинтересно, неинтересно, говорит, а я вас понимаю, говорит, не знаете, сколько раз неинтересно было, если хотите, можем пообщаться на эту тему, ну, понятно, что не здесь, давайте между собраниями пойдем в кафе, там пообщаемся, о, давайте, И, конечно, им только за какое-то движение. Они пришли между собраниями в какое-то кафе или столовую, так уютненькое местечко, заказали чай, что-то к чаю. Он говорит, а знаете, почему неинтересно на собрании? Потому что, да, бывают скучные проприки, я согласен. Но бывает, мы сами себя настраиваем на то, что неинтересно, и мы не слушаем. Там можно пару примерчиков привезти. И потом этот браточек говорит, слушайте, давайте такую идею сделаем. У нас в молодежи когда-то проходили обмен молитв. Давайте мы подростками тоже сделаем обмен молитв. Только никому не говорим в секрете, давайте там, чтобы даже родители не знали. И даже чтобы этот человек, за которого мы молимся, чтобы не говорили, о чем молиться? О том, чтобы нам интересно было в церкви. Это все просто. Насколько? Давайте на две недели, а потом опять соберемся в кафе. Давайте им так понравилось все. Идея зашла просто на ура. Они потом начали молиться, потом через две недельки они собрались опять в кафе. Сложно? Это вообще не сложно. Это наоборот им только приятно. Это жизнь христианская. Они собрались, попили чайку, там порассуждали. Говорят, а у меня за эти две недели... Ну, они все делятся, что они чувствовали за эти две недели. Я за эти две недели, я чувствовала, вот у меня там кто-то за мной гнался, дяденька. А потом я вспомнила, что Бог со мной. И мне так стало легко, и все. И он как будто исчез куда-то, и все. И они такие истории рассказывают. И этот браточек удивляется. Просто эффект зашел. А что он сделал? Он не организовал ничего. Просто они пошли там в кафе, посидели, пообщались. Время провели с пользой. Как Петр говорит, возрастайте в познании благодати. Нужно возрастать. Любое наше времяпровождение мы должны возрастать. Так, еще один момент. Я вспомнил, в нашей церкви один браточек занимался таким нестандартным видом благовестия. Он организовал аренду помещения такого в городе, так, чтобы можно было посторонним легко туда заходить, особенно молодежи, чтобы это было просто как такое помещение, чтобы не стыдно было туда зайти. Они сделали такое название, как антикафе. Слышали такое название? Есть кафе, а есть антикафе. Ну, не знаю, сталкивались или не сталкивались. Чем оно отличается? Тем, что человек, когда приходит в так называемое антикафе, он платит не за то, что там заказал, а он платит за времяпровождение, то есть за время, то, что находится, ну, еду, и плюс там программу, которая входит, программу времени, то, что входит в этот период времени. Понятно, что это было бесплатное антикафе. Они приходили туда, там были разные игры, настольные, там то, то, то разные. Они приходили туда неверующие, они знали, что каждую субботу можно туда прийти. Там были с молодежью душепопечители, которые вместе с ними играли, которые вместе с ними общались, знакомились. Потом после этого пили чай, потом определенное было там время, они все собирались, была программа христианская, либо какой-то там несколько музыкантов для них что-нибудь сыграет, либо что-то, какие-то там группа для них что-то споет. Буквально полчасика, потому что больше им тяжело будет слушать, и вообще, ну, чтобы не было моральной усталости. И все духовные, и они потом опять общаются, и эти душепопечители, они, ну, с молодежью, которые просто общаются, они дружат с этими неверующими. Неверующим только приходит туда бесплатно, да еще пообщаться. Такие простые, милые люди. Еще поиграть в игры, еще и покормят там чайок, там какая-то там мелочь, все это, так приятно посидеть и пообщаться. Время просто проходит на ура, так все прекрасно. И потом, даже недавно, вот один из парней со своей девушкой, я слышал, недавно покаялись. Это один из результатов тем, которые там уже немного до всяких военных действий, которые там проходили, немного это существовало, так, вот это антикафе. Можно столько примеров привести, можно столько массу разных там вариантов привести, чем мы вообще можем заниматься, и вообще чем мы можем жить. Но все равно обидно тем, что кому-то расскажешь, вот такая прекрасная жизнь, кто-то загорается, вау, так хочу тоже жить, а потом посмотрит, у него руки спускаются, там мне не жизнь, у меня существование, опять все на старой рельсе. Не возвращайтесь на старой рельсе. Молодежь, вам пожелание, не существуйте в христианстве, а просто живите, потому что Христос пришел, чтобы дать жизнь, не существование, а жизнь, и жизнь с избытком, жизнь в полна, в полна благодати, чтобы мы возрастали в благодати, познании. И такое пожелание всем, наконец, чтобы мы не теряли просто так время, как говорят современным языком, убивать время. Мы не убивали время там на кровати, возле розетки, чтобы мы это время тратили на общение, на нашу жизнь для возрастания в благодати и познании нашего Господа. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.